Александр, дорогой Александр, я тебя приветствую сердечно, очень хочется узнать, как ты себя чувствуешь, как погода там у вас в Калинограде, как ты тренируешь там бойцов, которые там становятся после тебя крутыми. Там же у тебя и подростки, и взрослые люди, да? И пожалуйста, передай привет нашему Рутюнскому, так что вот, с сегодняшним рождением поздравь. Расскажи, пожалуйста, что ты вот именно хотел в этот момент сказать, вот что-то ты интересное хочешь сказать, ты всегда что-то интересное говоришь. Уже увидели, что что-то у меня есть интересное сказать, да? Ну да, конечно. Знаете, что, Хасанин Магомедович, я очень рад, что вы меня опять пригласили, что я опять с вами разговариваю. Знаете, я даже лег спать и все равно встал, и думаю, с удовольствием с вами поговорить. От всей души я верю на то, что желаю всего здоровья, счастья всего. Значит, смотрите, вот я всегда, человек стремится к лучшему. Он всегда думает о том, что завтра, через месяц, через год будет хорошее, будет надеждой на то, что будет впереди хорошее. И он не замечает, что человек становится, как бы сказать, находится внутри матрицы, который постоянно-постоянно крутится. Это как, знаете, как белка в колесе. Человек смотрит на белку в колесе и говорит, вот зачем ты такая глупая бегаешь? А белка думает, вот человек, ты зачем такой глупый? Я за тобой не успеваю бегать, бежать же в этом колесе же. Потому что человек постоянно ближний. Он думает о том, что завтра будет хорошо. Я все сделаю, что завтра я получу новую работу. Я завтра буду больше зарабатывать. Я буду здоровый. А не задумываться о том, что завтра-то нет. У нас-то будущего нет. Мы всегда есть у нас, знаете, вот, как бы сказать, воскресенье, например, какое-то, третье число или какое-то. Это будущее. Но когда третье настанет, мы опять будем здесь и сейчас находиться с вами. Здесь и сейчас. Понимаете? А будущее, что такое будущее? Будущее и прошлого-то вообще-то нет. Вот если мы сейчас можем встать с вами, выйти и зайти в комнату, мы можем. Встать на балкон я могу. Но в прошлое я встать. Я же не могу в прошлое зайти туда. Не могу в будущее. А где у нас только? Оно у нас только в мыслях. Правильно? Касаемо говорите. Я могу уточняющий вопрос задать. А если, например, моя знакомая готовится или к родам, или кто-то готовится с кем-то поработать, помочь ему, или, например, опять кто-то звонит и говорит, «Надо заплатить ЖКХ, не забудьте». А как мне не думать об этом? Это уточняющий вопрос. А вот сейчас я вот, как раз это и тоже, вот мне задают часто вопросы, мне же тоже звонят и спрашивают, «А как?» А что это такое-то? Вот это вот и есть. Как вы понимаете, будущее. Нет у него. Касаемо говорится. У нас есть только оно, как оно? В мыслях. А мы всегда находимся здесь и сейчас. Вот оно и есть понятие. Будущее мы боимся, прошлое мы переживаем. И вот вы как говорите о том, что вам надо заплатить. Это уже какое время? Это уже будущее. Что вам нужно заплатить. Ну да. Надо подумать, как это сделать. Правильно? И вот смотрите. И вот человек, когда находится в будущем, у него появляется страх. Да. Нет, у вас страха в данном случае нет, потому что я знаю принцип, что мы можем зависать в эмоции и начинаем себя накручивать. Почему? И очень важно не зависать. Это главная проблема человека. Надо уметь вот это напряжение, которое вдруг возникает, и ты думаешь, как же это сделать, переводить как в Айкидо на решение нерешаемых вопросов, которые у тебя должны быть запланированы. Например, я картину хочу дорисовать, я о ней подумал, о другом подумал, и энергия идет туда, и потом я дорисовываю картину уже легко, свободно, более эффективно. То есть умею управлять и перенаправлять энергию напряжения. А вот когда, вы знаете, что вот если вот, например, есть три, будущее, как говорят, прошлое и настоящее. Мы всегда с вами находимся в настоящем, всегда. Вот, например, даже сказать, я пойду через пять минут, пойду на кухню и покушаю. Это уже будущее, понимаете? Я тебе задал такой серьезный вопрос, чтобы нашим зрителям, которые смотрят нашу встречу, было бы понятнее. Вот, например, ко мне звонит бандит и говорит, я тебя достану. Ну, тебе-то легко, ты там можешь сразу бабахить. Да, я если не подумаю о том, как мне защититься. Вот я для шутки, да, для шутки. Раньше у меня очень много было ножей, которые я сам в школе вытачивал. Я очень любил, труд занимался. Вот смотри, какой у меня нож красивый. Это, о, видишь? Автоматика, да. Автоматика. Потом я любил метать ножи. Метать ножи. Я очень люблю. Но я же не буду в него метать нож. Это же может его поранить. Значит, можно и нужно мне придумать, как же мне перевести вот эту агрессию, которая у него, в нужное место. Его освободить от этого напряжения, от этой агрессии. Может быть, у него мать больная. Может быть, его в детстве били. Может быть, отец был алкоголик, и он такой агрессивный. Может, он не высыпался месяцами, и кто-то его накрутил. И поэтому, конечно, я выхожу на новое состояние. Там принимаю решения уже без этих эмоций. Вспоминаю, что я как в палате номер шесть. Что надо к людям относиться, как к детям. Потому что они все, может быть, в этот момент... Ну, он, например, может быть в стрессе. И поэтому я нож убираю. А для чего я его держу? Для того, чтобы, когда я рисую, когда краски у меня стекают на пол, я потом с паркета... Чтобы почистить паркет, я его держу. Так вот, касаемо Гомедовича, можно сказать, у нас будущее, мы только можем только думать. Мы можем его представлять, будущее. Правильно я говорю? Нет? Ну, конечно, это у нас образ. Прошлое, прошлое. Это уже ушло. Мы уже не можем туда возвратиться. Мы можем только возвратиться только мысленно. Но физически мы не можем. В будущее мы только можем обдумывать. Как оно может быть? Как оно у нас может быть? И вы понимаете, что именно... Вот человек, кто и силен, и, как бы сказать, отличается, что он может думать. Он может, как бы сказать, находиться в будущем. И в прошлом он уже не может. Не, находиться физически он не может. Но образ, который у него возникает, надо, главное, чтобы он не зависал в эмоциональном состоянии. И вот сейчас мы к этому вопросу и подойдем. А вы знаете о том, что... Вот взять... Человек, что всегда боится? Он боится всегда неизвестности. Да, накручивается. Накручивается. И вот будущее, это и есть неизвестность. Мы же не знаем, что у нас будет впереди. У тебя прекрасно есть прием, когда ты язык растворяешь. А вот мы к этому подойдем. К этому подойдем как раз это все. Вот мы только можем только надумывать будущее. Мы можем только надумывать. А мы там находиться не можем в будущем. А если взять, например, вот завтра, будет как бы... Вот мы сегодня с вами сидим и думаем о завтра. Это будущее. Но когда завтра наступит, мы опять будем сидеть здесь и сейчас. А завтра опять уйдет вперед. А если землетрясение начнется? Надо же как-то действовать. Встать на двери или еще что-то сделать. А это вот человек и должен. Да, вот и есть. Вот это он всегда думает. Он может обдумывать, понимаете? Он обдумывает это все. Он должен обдумывать, не зависая в эмоции, чтобы мозг свободно искал решение. Правильно? И вот смотрите. Когда вот взять, например, вот мне всегда нравится, как вы говорите, градусник, там скала, там такая. А я всегда говорю так, вот смотрите. Вот у нас здесь и сейчас мы с вами. Но как только мы начинаем думать о том, что через полчаса я должен пойти, например, в институт. Или через, на следующее утро я должен встретиться с кем-то. И появляется всегда страх. А вдруг я не так встречу? А вдруг я опоздаю? И так далее. Это всегда. Это неизвестность. И он нас всегда напугает. А прошлое, прошлое. А у нас мы всегда что? Переживаем. Вот если стрелка, например, уходит назад, то человек всегда переживает. Вот я не то сделал. Я не так сказал. Я не так что-то там... Вот как бы меня... Вот эти ошибки не повторить. И вот понимаете? И человек, когда погружается в прошлое или в будущее, от этого очень много зависит. Или человек боится, или человек переживает. Очень сильно. От этого очень много болезней. Почему? Потому что я тоже иногда так раньше думал. Но когда я понял, что я здесь и сейчас, вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем. Нам хорошо и спокойно. Ну вот Будда говорил, рождение есть страдание, жизнь есть страдание, смерть есть страдание. И он искал нирвану. И он нашел нирвану. Это состояние, когда человек без мятежности. Вот в этом нулевом состоянии, когда на градуснике напряжение не 10, например, а ноль. Нулевое состояние. Ну, расскажи, расскажи, как ты пользуешься для того, чтобы научить там своих подопечников хорошо драться, хорошо драться и быстро восстанавливаться. Вот как ты их учишь? Мы сейчас тоже чуть-чуть к этому вернемся. Но смотрите, когда стрелочка, хотя бы чуть-чуть, человек уходит в будущее, у него начинают вот эти все боязни. Он у него накручивается, накручивается, смогу, не смогу, смогу, и получается, как бы сказать, как вы говорите, невроз. Правильно? Боязнь. Зависание. Неврозы начинаются. Психотравма получается. Если я, например, только начинаю сидеть, человек, и думаю, ой, я в том, в том жизни, или как бы в том году я себя там плохо вел, или там это все там, или как вот, ой, я всегда говорю, или вот я в то, в то это там часто употреблялся спиртные напитки, а сейчас я думаю, я здесь и сейчас, может, я и правильно сделал, для того, чтобы здесь, вы здесь и сейчас, чтобы с вами, я прошел через эти все стадии, для того, чтобы здесь и сейчас быть, и я не вспоминаю о прошлом. И иногда я могу подумать о том, что да, хорошо, мы с друзьями встретимся, но как вы говорите правильно, я не зависаю там. Ни в прошлом, ни в будущем. Потому что именно будущее и прошлое у человека вырабатывают вот эти страхи и переживания. Вот сейчас мы с вами сидим, нам же сейчас спокойно. Ну да, спокойно, но я думаю, вдруг мне сейчас больной опять позвонит какой-нибудь, и мне надо ему резко помочь, переключиться, помочь, и мне надо думать, как я ему буду сразу помогать. Смотрите, вы опять говорите, а вдруг он мне сейчас позвонит. Это опять будущее. Что же мне делать? Вот сейчас мы с тобой разговариваем, мне хорошо, и вдруг я знаю, что мне кто-то может сейчас позвонить. они же мне все время непрерывно звонят за помощью. И как бы человеку, который в скорой помощи работает, или он сидит на дежурстве в больнице, как ему будет здесь и сейчас, если вдруг что-то случится с больным, он должен немедленно там оказаться. Как это ему будет? Вот это и есть. Это тоже очень интересная тема, это такой вопросик. Есть такое-то одно, что если вот что мне надо сделать, если, например, будет такая-то. Я всегда говорю так, я буду делать то, что я всегда умею делать. И я опять буду, и будет та же ситуация, что я здесь и сейчас. А мы привыкли всегда решать всегда вопросы здесь и сейчас. Человек всегда решает здесь и сейчас любые вопросы. Надо сейчас новичку, который к нам сейчас зайдет в интернете, вот смотреть, надо ему показать, что ты имеешь в виду здесь и сейчас. Потому что может быть такой случай, ну, например, он готовится к выступлению, к соревнованию, и он нервничает. Где ему? Как быть здесь и сейчас? Здесь и сейчас. Вот смотрите, я сейчас решу, вот мы с вами, я смотрю на ваш экран. Я здесь и сейчас. Я нахожусь в этой комнате. Вот у меня обои, вот люстра. Я здесь и сейчас. И у меня сразу настроение спокойное. Я здесь и сейчас. Ну, это потому, что ты защищен. У тебя есть, например. У тебя есть диван, на котором ты сидишь. У тебя есть комната, в которой ты сидишь. У тебя зарплата есть. Тебе не надо беспокоиться о том, что может что-то случиться. Ты знаешь точно, что ты сильный, крепкий. И ты поступишь так. Ты можешь стукнуть, ты можешь сделать что-то. У тебя опыт большой. А сюда зайдет подросток. У него этого опыта нету, и квартиры нету, и дивана нету, и времени нету. Времени нету. А теперь послушайте. И так ответьте на ваш вопрос. Вот сейчас мы самое главное подошли к тому вопросу, который вы меня задали. Почему? Здесь и сейчас. Вот я сейчас с вами разговариваю. И когда у меня останавливаются мысли, как вы говорите, благодаря тому, что я расслабил язык, я расслабился, и я сейчас с вами разговариваю, но я нахожусь в подсознании языка. Если, например... Ты закручиваешься, ты выходишь из зависания тем, что ты растворяешь язык. Так, и нахожусь уже в подсознании. И тогда ты принимаешь лучшее решение, оптимальное решение, потому что все базы данных подсознания тебе в помощь. Вот, вот. И теперь я сижу и говорю. У меня, например, неделя очень будет такая трудная. И я себе задаю, когда я вхожу уже в подсознании, когда я успокоился, никогда у меня будет, знаете, как вы говорите, стиль должен быть. И когда вот у меня все, стиль в голове, я задаю вопросы. И сейчас сразу идут ответы. Надо вот это сделать, надо вот это спланировать, надо вот это. И понимаете... Так это есть здесь и сейчас. Ноль это и есть здесь и сейчас. Когда ты здесь, не на пике напряжения, не на десятке, а на нуле, да? Вот это здесь и сейчас. Это и есть, смотрите. Да, вот оно прошлое, оно идет сюда. Будущее это. И вот это вот соединение между руками это есть здесь и сейчас. Вот оно. Где спокойствие. И вот именно в этом спокойствии я решаю все вопросы. Ну, расскажи теперь всем, как ты растворяешь язык, чтобы убрать вот это зависание и освободить голову для лучшего решения. Как ты это делаешь? Вот смотри, я давно, долго этим занимаюсь. И вот с которым я тоже советую, там, рассказываю. Получается у них, говорит, это очень здорово. То же самое. Все самое главное. Успокоиться, и человек успокаивается. Представьте, что язык, он как растаял во рту. И сразу мысли, вот этот кашлятся в голове, что надо завтра, что надо сейчас, что надо потом. Оно все успокоено, и в голове спокойствие. И я, можно сейчас сюда, еще раз он говорит, посмотрите, я сейчас сижу и думаю, ага, что мне надо завтра сделать, вот это, вот это. А я говорю, что я здесь и сейчас. И я растворяю язык, и я нахожусь в спокойствии. Ну, я. А как ты его растворяешь? А он делает так, как будто, знаете, вот он язык. А такой, как взял, и как будто он у меня взял и растаял. И у меня нет языка. Все. И сразу же моментально останавливаются вот эти все мысли в голове. Правильно. С точки зрения психофизиологии, дело в том, что когда у нас работает внутренний диалог, а это проекция общества внутри нас, потому что человек биосоциальное существо, потому что мы каждый раз, когда какие-то вопросы решаем, мы невольно, как будто кому-то отвечаем, с кем-то дискутируем. Когда это в норме, мы это не слышим внутри себя. А когда у человека высокое напряжение, как давление крови тоже, когда в норме, мы его не чувствуем. Или сердцебиение, когда в норме, мы его не чувствуем. А когда внутренний диалог на фоне высокого напряжения, он начинает нам мешать, соображать. Там происходит вот это зависание. Чтобы его снизить, ты предлагаешь растворить язык. Почему? Я так понимаю. Потому что человек мысленно, когда о чем-то думает, он невольный языком, микроколебаниями, которые незаметны. Он проговаривает это. Поэтому психоанализи есть навести на больную точку у человека, и он начинает выговариваться. Выговаривается, у него проговаривание в большом биоритме происходит, и он освобождается. И здесь тоже ты выключаешь мысленное проговаривание, то есть колебание языком, и тем самым выключаешь внутренний диалог. И человек освобождается. То есть то, что Будда учил столько лет, и не научил многих людей, потому что все приходили и его спрашивали, ну, по преданиям я там читал, это то или не то? Он говорил, нет, это не то. А ты просто хочешь научить. Остановить этот язык, который проговаривает наши мысли на высоком напряжении, и напряжение снизится. Ты делаешь то, что говорил Будда, только ты делаешь более современным, скоростным способом. И вот смотрите, когда на нуле, у меня нет ни страха, ни переживаний. И вот когда я на нуле, вот благодаря вашим упражнениям, тоже очень много я добился, это все, когда на нуле, я начинаю себе ставить задачу. А что мне надо сделать? Что мне надо спланировать? Правильно ли я спланировал или неправильно? Сделать ли это? И у меня сразу идут, идут ответы. Это ты уже из нуля переходишь в поток. Да. Ты в свободном состоянии сознания, в свободном состоянии сознания, где ноль, там нету страхов, комплексов, там нет шаблонов мышления, там пустота в голове. Ты задаешься вопросом, и этот вопрос мгновенно из подсознания обрастает потоком ассоциаций. И весь опыт твоей жизни тебе помогает решить этот вопрос. Вопрос. Так, отлично. Это самое. Сегодня была тренировка, я стоял сегодня, я говорю, парни, первое, когда у вас внутри страх, когда у вас вот это все, у вас, вы ничего не сможете сделать. Ничего. Вы остановите этот страх. Или подружитесь с ним, или войдите, пройдите через него. Но когда вы останавливаете этот страх, когда вы находитесь на нуле, вы сможете решать все любые вопросы. Вот представьте себе, на улице человек, подросток, на него напали, пять человек на него напало, он не знает, ну, он только, только так взрослеет, он еще не знает ничего, но времени у него нет, у него сразу инстинктивно включается, или бег, бежать, или оцепенеть от страха, или что там, бег, бежи, оцепеней, или что там еще от страха человек делает. Бей или беги. Стой или беги. Да, или бей, или оцепеней, или беги, да. Вот ему что надо, значит, ему заранее надо научиться. Научиться. И знаете, у меня был такой это случай, и иду, и ко мне подходят трое, как вы говорите. А я просто шел на нуле, знаете, как все. Они мне говорят, я на них так смотрю, говорю, парни, а что вам надо? Ой, да ничего, мы, кажется, ошиблись. Потом я только понял, они психологи, если они увидели и у меня страх, У меня трезалина деду, да. И собаке тоже так же. Когда человек не боится, она смотрит, смотрит на него и ушла. А если он начал андреналин выделять, она начинает на андреналин реагировать. А теперь вот я отошел только, например, они говорят, ой, ну ладно, парень, все, до свидания, до свидания. А потом только подумал, а могло быть вот это. Видите, как опять, а могло быть вот это, я стал накруче. И начинается что-то, сердечко, и это все бить. А потом говорю, стоп, я здесь и сейчас. Уже все прошло. Все, опять успокоился и опять пошел. Значит, чтобы человек сделал у себя твой прием, расставил, чтобы у него язык и прекратилась внутренняя мешанина в голове, и чтобы у него появилась ясность, и чтобы он потом сразу лучше понял, что надо делать, вышел поток. Еще раз, пожалуйста, скажи, что ты делаешь для того, чтобы язык растворился. Это образ надо представить себе такой. Или остановить язык механический, или к небу его прижать там внутри. язык опустил в зубах. И просто такое дело, чтобы он у меня... Вы знаете, когда вы напряженный, язык вот такой, как круглый становится. И вот когда начинает... водку пьет водку пьет... И лекарства пьет... А ты предлагаешь водку отбросить всем, лекарства отбросить всем. Ну, конечно, те, кто давно пьет лекарства, резко бросать нельзя, надо с врачом советоваться. Врачи могут это сделать. Да, да. Ну, по идее, это же механизм. Водка-то замена вот этого. 50 грамм для храбрости и бутылка, чтобы перезагрузиться. Но потом голова болит и зависимость появляется. А это без всякой водки, да. Это когда я тоже раньше думаю, ага, вот я устал, надо выпить. А теперь я говорю, а зачем оно мне надо? Если я устал, я просто посидел, пускаются мысли, пучки проходят через небо, не мешая. У меня все спокойно, все хорошо. Саш, скажи, пожалуйста, вот этот чудесный прием, когда тебе это в голову пришло первый раз? Ой, вы знаете, давно еще, я думал, почему? Вот человек, вы знаете, вот я же вам рассказывал, что я учился вот сейчас, закончил, как бы сказать, прошел курс в Московский институт гипноза, и там еще больше встретился, еще больше мне рассказали в этом, и мне давно я думал, ну как это так? Человек напряжен, а зачем? И потом я как-то сел, знаете, язык плоский стал, и потом, как вы сейчас говорите, все, обрабатываю. ты сам додумался или ты прочитал в гипнозе или где-то там? Я еще давно это делал, я вам даже когда показывал фотографию о том, что первый раз попробовал, когда говорил, парни, вот вы войдите в нулевое состояние, в пустоту, и вы можете очень многое, и когда я первый раз попробовал, ты у нас в книге есть с этим приемом, просто я сейчас детально тебя расспрашиваю, потому что к нам часто новички приходят, которые не понимают, о чем речь идет, поэтому я тебе слушаю. Еще лет 20 назад я сделал такой эксперимент, у меня есть, могу фотографию показать, где мы еще давно со своими учениками на космодроме Байконур еще это делали, я ему говорю, вот ложись на стульчик, я не буду, я тогда еще не знал, что такое гипноз, вот расслабь язык, вот составь ноль, и представь, что ты железная балка, он лег, а потом два человека на нем прыгали, я говорю, а ты что, можешь что рассказать, я могу рассказать стих, могу с вами поговорить, а на нем прыгает, а стульев там нету под ним, только голова и ноги, а потом он встал, говорит, и вы знаете, нулевое состояние, можно в любое состояние выйти, состояние воды, состояние металла, все тренировки, все тренировки, спасибо тебе, Александр, это потрясающе, то, что ты гениальную вещь придумал, мы сейчас выпустим в эфир, я тебе пришлю, ты посмотришь, как это выглядит со стороны, но я хочу всех попросить сейчас, чтобы комменты писали, вопросы писали к Александру, потому что он выдающийся человек, в Калининграде, в Калининграде, скажи вот название твоей школы, как ты, чтобы все знали, Калининграде Болевого Искусства Российская Отечественная Система Самозащиты, руководитель мой, тренер мой, мой учитель, Ретюнских Александр Иванович. Еще раз ему привет, еще раз ему поздравления с днем рождения, так что вот хорошо, хорошо. Еще, можно еще одну секундочку, и вот когда человек находится не в будущем, и не в прошлом, не замыкается, а здесь сейчас у него очень много отпадает всяких болезней. Да, это важно, я как врач это свидетельствую, да, это важно. Спасибо тебе, Александр, спасибо тебе, Саша. Ирутюнскому от меня огромный привет и мои обнимания, я его очень люблю и уважаю, много лет назад я приходил к нему, он там телохранителей обучал, как автомат отнять, как это сделать, как это сделать, я там провел несколько занятий, потому что телохранителям мешали старые шаблоны. Я когда им показал приемы ключа, они стали быстрее обучаться, и мы с Сашей большие друзья, вот поэтому моя... Я так удивляюсь от него, как это он все делает. Да, 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 он потрясающий тоже человек, потрясающий, да. Еще раз большое спасибо, если надо будет, я еще дальше второе расскажу. Ты знаешь, я чувствую, я чувствую, потому как люди нам пишут, какие комменты нам пишут, как наша школа, как людям нужна, как людям нужна, потому что такие вещи, глобальные вещи, мы даем таким простым способом, вот и сейчас такую оригинальную, гениальную вещь сказал, поэтому пусть люди смотрят, заходят к нам, пишут комменты, тебе сейчас будут писать вопросы, комменты. Всем желаем здоровья, всем желаем здоровья, счастья. Вечер. Большое спасибо, то, что вы мне позвонили, поговорили, у меня прямо радость на душе опять. До встречи, дорогой Александр, дорогой Александр, почетный участник Школы Человек-Будущего Человечности, Школы Человечности. До встречи. До свидания. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует...